Здравствуйте, сами дежурные по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по Перминским дворам улицам на комфортабельном автомобиле Черри М11, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. Сегодня среда, ну а по средам мы проверяем родной город на удобство бытия. Тема нынешней комфортной среды – парковки. Мы намеренно оставляем за флагом тему дворовых парковок и автостоянок. Об этом будет еще отдельный разговор. Но сейчас поговорим о том, как паркуются водители на Пермских улицах. И вот вам, пожалуйста, характерный пример. Улица Пермская, бывшая Кирова, перекресток Сибирской. Машина ставлена при великое множество, хотя на столбе висит вполне себе ясно видимый знак, запрещающий остановку и стоянку. Машинами заставлено в Перми все – проезжая часть и пешеходные дорожки. И совершенно понятно, когда пешеходам это страшно не нравится. Им неудобно, черт возьми. Ну, конечно, неудобно. Лучше мы парковали где-нибудь в другом месте. Ну, естественно, плохо к этому отношусь. Ну, что делать? Так, аварии достаточно. Не пройти. Вот у меня диабетическая стопа, предположим. Я не могу пройти. Мешает это мне. У водителей своя правда. Они понимают, что правила нарушают. Но что делать не знают. Ну, парковки нет. Где машину оставлять? На проезжей части. Госавтоинспекция с большой надеждой ждет, когда все-таки у нас заработает закон об эвакуации. В настоящее время рассматривается вопрос о тарифах, которые регламентировать будут. И эвакуацию, и хранение автотранспортных средств на специальных стоянках. Вот. Когда он начнет в полную меру работать, тогда госавтоинспекция с своей стороны начнет эвакуировать автотранспорт, который припаркован с нарушением требований правил дорожного движения и создает помеху движению транспорта. В департаменте дорог и транспорта нас немножко разочаровали. Всем счастья не будет. Надо все-таки признать, что ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях в рамках мегаполиса и большого города не удастся создать систему транспортную, удовлетворяющую потребности индивидуального пользования автомобилем. Это нонсенс, это невозможно. Как рассказали нам в ГИБДД, даже в тех случаях, когда водители не нарушают правила впрямую, они все равно снижают пропускную способность дорог. И это очень плохо. Даже если автомашина стоит на улице, вне зоны действия знака, запрещающего остановку или стоянку, то она все равно занимает какую-то часть проезжей части. И в свою очередь заужает дорогу, создавая помехи другим участникам дорожного движения. Мы видим в центре города Перми достаточно много таких случаев. И из-за припаркованных автомобилей трехполосная дорога превращается в одну полосную, либо двухполосную, что в свою очередь значительно снижает пропускную способность этой улицы. Как ни верти, что-то делать надо. И сейчас как раз ведется работа по подготовке новой концепции парковок в Перми. В данный момент нами подготовлен проект документа, определяющий основные подходы в парковочной политике в городе Перми, который мы планируем начать обсуждать с депутатами Пермской городской думы в ближайшее время, по итогам которого будет приниматься решение о разработке уже непосредственно так называемых условно-муниципальных правил парковки, в результате чего и будут разрабатываться уже соответствующие программы по строительству перехватывающих парковок, по исключению количества мест в пределах уличной дорожной сети и организации парковочных мест за пределами дорог и улиц. При этом я все-таки напоминаю, что удовлетворить всех в полном объеме не получится, и никто такой задачки для себя не ставит. Вот такой получилась нынешняя комфортная среда. Что мы покажем в следующую среду, зависит исключительно от вас. Предлагайте ваши темы, и мы с удовольствием выйдем, проверим, зададим вопросы компетентным товарищам. В общем, звоните. 2-630-300. Пишите. www.refei.ru И на этом заканчиваю свою трудовую вахту Игорь Гиндис и Василий Дулепинских. Встречайте завтра Анну Водоватову, и всего вам самого лучшего. Спасибо, удачи. Пока.